Я рад приветствовать вас на нашей пятой встрече. И сегодня мы поговорим о том, что такое приятная личность. Ваша личность может как привлекать к вам людей, так и отталкивать их. Это ваша витрина. То, как вы показываете миру свой характер. Это ваш бренд. То, почему вас узнают. Это именно то, что определяет, будете ли вы успешным или нет. И это то, что прокладывает вам путь в жизни. Поэтому вы должны видеть себя так же, как и все окружающие. С целью улучшить то, что нужно улучшить. Ваша личность состоит из более чем 30 различных аспектов, качеств и характеристик. Поскольку время нашей встречи ограничено, я смогу поговорить лишь о самых важных из них. Но перед тем, как я начну описывать эти черты вашей личности, я должен заметить, что каждая из них находится под вашим контролем. И вы можете работать с ними так, чтобы они стали тем, чем вы хотите. Давайте начнем с самой важной черты. Вашего ментального настроя. Именно эта черта ведет к тому, что вы будете притягивать к себе людей, потому что вы им нравитесь, или, напротив, вы будете их отталкивать. Ваш настрой должен быть позитивным, если вы хотите притягивать людей. Вы можете спросить, как же окружающие поймут, негативным или позитивным является ваш психологический настрой. Все просто. Во-первых, люди могут поймать ваш настрой с помощью телепатии. Вам не нужно ничего говорить или делать. Но есть и другие способы понять, какой у вас настрой. Вы вкладываете эту информацию в тон вашего голоса. Он может быть приятным или грубым. Выражение вашего лица, оно доброе и мягкое, или тяжелое и злое. Вы показываете настрой через свое внимание и заботу, или их отсутствие. Видите? Вы никак не можете скрыть следы вашей личности. Следующая важная черта вашей личности – это гибкость вашего настроя или ее отсутствие. Если гибкость вам присуща, то вы умеете подстраиваться под обстоятельства и других людей без потери контроля над собой или того, чтобы стать раздраженным или даже разозлиться. Если вы обладаете этим качеством, то практически никто не сможет вас разозлить или вывести из себя без вашего на то согласия или помощи. Это полезно знать, не правда ли? Вы не можете контролировать действия других людей за свободы воли, так что их поведение не оправдание. Но вы можете контролировать свою реакцию на внешние обстоятельства, тренируя эту гибкость. Можно заметить, что все успешные люди обладают этой характеристикой. Они отлично умеют управлять своей реакцией на происходящее и людей вокруг. Третья важная черта приятной личности – это умение контролировать и направлять свой энтузиазм. Энтузиазм – это одно из средств, благодаря которому вы можете придавать своим словам силу убеждения. Вы обязательно должны научиться уметь включать и выключать его так же хорошо, как умеете включать и выключать воду. Неконтролируемый энтузиазм приводит людей к скуке. К тому же он открывает окно в ваш разум, в которое могут проникнуть другие люди и вложить вам идеи, в которых вы не нуждаетесь. Четвертая черта – это искренность побуждений. Человек, который неискренен при общении с другими, быстро выдает себя, после чего его отвергают, потому что никого не привлекают люди, которые обманывают окружающих. Искренность – это та черта личности, которую просто невозможно успешно имитировать, даже самым искусным плутом и невероятным актером. Потому что неискренность проявляется в определенных знаках, которые люди могут распознать. Вы можете вспомнить свой личный опыт общения с неискренними людьми, чтобы понять, что я сказал правду. У нас есть еще 26 черт, определяющих приятную личность. Но на них в рамках этой встречи времени нет. Сейчас я бы хотел обратить внимание на некоторые распространенные привычки, которые разрушают приятную личность. В то время как я буду перечислять эти привычки, проверяйте себя. Вполне возможно, вы сделаете небольшое открытие. Это может помочь вам перестроить вашу личность и стать мастером продаж. Первое. Одна из самых вредных привычек, которая может разрушить вашу личность, подхватывать информацию, которую вы услышали в разговоре других людей. Второе. Сарказм, выраженный в инсинуациях и умных замечаниях, которые на самом деле не так уж и умны. Это одна из самых ужасных привычек, которая точно сделает вас отрицательной личностью. Третье. Чеславие, выраженное в словах или действиях, которое отвращает от вас людей. Четвертое. Невнимание к тому, что говорят другие. Это будет замечено, и это оттолкнет от вас людей. Быть хорошим слушателем гораздо полезнее, чем умение красиво говорить. Люди всегда учатся чему-то, когда слушают других, но не учатся ничему, когда слушают, что говорят сами. Пятое. Желание польстить, когда лесть очевидна и незаслужена, обязательно отвернет от вас людей. К тому же, если предмет вашей лести умен, то он поймет, что вы чего-то хотите получить. И, конечно, он вам этого не даст. Шестое. Искать плохое в устройстве мира и в людях. Это не находит понимания и явно не является частью приятной личности. Гораздо лучше выбирать темы разговора, приятные обстоятельства и то, что прекрасно в этом мире, чем жаловаться на недостатки. Седьмое. Одна из худших привычек, разрушающих приятную личность. Спорить и задирать тех, кто очевидно с вами не согласен. Особенно, если на это нет очевидной причины, кроме того, чтобы просто быть против них. Восьмое. Давать непрошенные советы другим. Это может сделать вас изгоем. Такие советы не нужны. Их цена терпения того, кто их выслушивает. Девятое. Высмеивать физические недостатки. Да, кто-то выслушает подобную ремарку, но они не делают человека более приятным или принимаемым. Если вы хотите, чтобы другие с удовольствием общались с вами, то постарайтесь говорить с этими людьми над темы, которые им интересны, и которые их волнуют. Вы не наскучите человеку, с которым говорите о нем и тех вещах, которые ему интересны, которому говорите ту правду, которую он признает и уважает. И десятая привычка. Всегда вести себя так, будто вы выше тех, с кем общаетесь. Вести разговоры над темы, которые не знакомы другим. Это отличный способ распрощаться с популярностью. Если вы хотите преподносить себя другим с успехом, вы должны общаться с людьми на их уровне и на том языке, который они понимают. Одиннадцатая привычка «завидовать успешным людям» — это просто разрушает вашу личность. Самые лучшие мужчины и женщины известны тем, что щедры, склонны к сочувствию и всегда несут радость. Двенадцатое. Неопрятность в одежде и сутулость никогда не привлекали людей, а отталкивали. Не одежда делает человека человеком. Но если она ему подходит и хорошо смотрится, то она помогает произвести впечатление. Неопрятность и сутулость сразу же дают понять, что ваш психологический настрой негативен. Если для вас не характерны эти двенадцать привычек, то у вас, вероятно, очень приятная личность. Есть еще пять привычек, которые делают человека непопулярным. Но у меня нет времени о них говорить. Я хочу, чтобы вы запомнили следующее. Если вы не нравитесь людям, то на это есть свои причины, которые вы можете понять и устранить их. Это противоестественно, если один человек не нравится другому без причины. Перед тем, как вы сможете воспользоваться ключом к успеху, вам нужно сделать вашу личность приятной. И это потребует от вас смелости и честности с собой. Приятные личные качества – это одни из важнейших активов, которые помогут вам разбогатеть. Эта простая истина удивила меня много лет назад. Тогда Эндрю Карнеги рассказал мне, что платит своей правой руке и участнику мастер-майнд Чарльзу Эмс Вобу 75 тысяч долларов за его услуги. Но иногда, в конце года, он давал мистеру Свобу бонус в 1 миллион долларов за то, что тот влиял на своих сотрудников посредством своих приятных качеств. Как видите, Эндрю Карнеги, человек, который лучше всех разбирался в людях, оценил значение приятной личности примерно в 10 раз больше, чем выполнение обязанностей его правой рукой. Возможно, это поможет вам понять, как вы можете повысить рыночную стоимость вашей личности. И теперь я пожелаю вам здоровья, благополучия и душевного спокойствия. До следующей встречи! Спасибо за просмотр! Надеемся, вам понравилось. Если да, то ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Если хотите получать больше подобной информации, подписывайтесь на канал и нажимайте кнопку колокольчик. Успехов всем и процветания!